Кальций аскорбат. И надо сказать, что очень часто аскорбиновая кислота выпускается в виде кальциевой соли. Кальциевой соли называется этот продукт фирменным названием эстер-Си. Вот так называется. На самом деле не совсем понятно, почему такое название эстер, потому что эстер на химическом языке это сложный фирм. Эстер, эстеры. Ну так назвала какая-то фирма, но на самом деле это аскорбат кальция. То есть кальция, соль, витамина С, ну не витамин С, аскорбиновой кислоты. Зачем это сделано? Я думаю, вы догадываетесь, это для того, чтобы нейтрализовать кислые свойства аскорбиновой кислоты. Она кислая, очень кислая. Примерно такая же кислотность у аскорбиновой кислоты, как и у уксусной. Вот представьте себе, что вы принимаете эту уксусную. Понимаете, что это такое раздражение желудочных кишечевого тракта. Поэтому ее переводят в форму кальциевой соли, тогда она имеет нейтральную реакцию. Приветствую. Сегодня поговорим о таком интересном витамине, как витамин С. Лекция очень большая, будет разделена на два отдельных фрагмента. Первый фрагмент в общем пользовании, второй будет только чисто в приложении к курсам. Чем интересен витамин С? Ну, на сегодняшний день это фактически, можно сказать, наиболее такой разрекламируемый, наиболее на слуху, наиболее обсуждаемый из всех витаминов. Обсуждение сводится, как правило, к таким моментам, как натуральность витамина С и его дозы. Значит, по натуральности, скажу сразу, натуральный витамин С в полном его составе, мы далее рассмотрим, что находится в полном составе витамина С. Так вот, натуральный витамин С находится только в продуктах питания. Ни одна компания, производящая витамины на сегодняшний день, не выпускает натуральный витамин С. Была одна единственная компания, которая выпускала натуральный витамин С, но на сегодняшний день не выпускает, в связи с очень трудным его производством. Все остальные, особенно витамин, произведенные в Соединенных Штатах Америки, на которых написано натуральный витамин С, по ихнему законодательству есть лазейка, где аскорбиновая кислота, произведенная из крахмала, а на сегодняшний день 96-98% всей аскорбиновой кислоты, производимой в мире, делается из крахмала. Так вот, по законодательству Соединенных Штатах Америки, аскорбиновая кислота, произведенная из крахмала, считается натуральным витамином С, что и позволяет им на упаковках, в рекламах, везде указывать натуральный витамин С. Фактически, это аскорбиновая кислота, как правило, с апельсинными цитрусовыми флавоноидами, не более того. Так широко разрекламированный эстер-Си, очень широко разрекламированный, фактически, почитайте внимательно, состав является аскорбиновой кислотой с кальцием и флавоноидом. По дозам существует для бывших стран СНГ, существуют дозы до 100 мг в сутки, возможно, до 500 мг, при таких вот буквально день-два, при таких явлениях, когда вот только начинается простуда, либо еще что-то, можно день-два до 500 мг в сутки. А вообще рекомендуемая суточная доза 100 мг, ну, в принципе, можно до 200 мг в сутки, не более. Особенно для жителей северо-западных регионов России, Прибалтики, Белоруссии, где очень сильно заболоченная почва. В Сибири тоже очень сильно заболоченная почва. В любой заболоченной почве очень много железа. Причем железо не в том виде, которое нужно для нашего организма, в другом, но это в отдельной лекции поговорим. И оно при взаимодействии с витамином С может вызвать не очень хорошие реакции. Данное железо, находящееся в воде, естественно, в почве, естественно, в продуктах, выращенных на этих почвах. Такой это и очень своеобразный витамин С. Он нужен, никто ни в коем случае не отрицает его действия. Он нужен, он необходим. Да, его можно принимать в больших дозах. Он один из тех витаминов, которые принимаются в больших дозах. Но просто надо внимательно ко всему этому относиться. Что покупая натуральный витамин С, вы фактически приобретаете обычную аскорбиновую кислоту с фламоноидом. С таким же успехом обычный аптечный аскорутин. Это та же аскорбиновая кислота с фламоноидом рутин. Но не платите таких бешеных денег за слово натуральный. Итак, переходим к лекции. Как я уже сказал, тема лекции большая. Так как витамин С, о котором постоянно говорят, о котором практически все знают. Один из самых обсуждаемых витаминов и далеко не так однозначен, как может показаться на первый взгляд. Наиболее распространенный в назначениях, однако, так до конца и не изученный по дозировкам. И на виду с его положительными качествами, имеет ряд негативных воздействий на наш организм. Связано это в первую очередь с повсеместным использованием синтетической, фармацевтической аскорбиновой кислоты, которая при приеме, без дополнительного наличия флавоноидов, может действительно нанести вред нашему здоровью. Это вот именно подчеркиваю, что та аскорбиновая кислота, которая в чистом виде продается в аптеках, просто аскорбиновая кислота, однозначная, ни в коем случае без флавоноидов ее применять нельзя. Поэтому я говорю, очень хороший вариант аскорбитин. Но об этом тоже мы скажем далее. Аскорбиновая кислота входит в состав витамина С наряду с другими веществами и является основным биологически активным веществом витамина С. Бывает двух видов, синтезированное из глюкозы и химическое синтетическое. Хотя на сегодняшний день практически вся аскорбиновая кислота в мире синтезируется из глюкозы, так как это наиболее эффективный вариант ее получения. Однако в любом случае, даже то, что она синтезируется из глюкозы и, как я вам подчеркнул по законодательству в Соединенных Штатах Америки, считается натуральным витамином С, в его природном виде она не является. И назвать ее так нельзя. Натуральный витамин С бывает только в натуральных пищевых продуктах. Весь остальной в той или иной мере синтезированный или переработанный. Я говорил, одна единственная компания выпускала натуральный витамин С, но на сегодняшний день не выпускает. Хотя, в общем-то, не то, что совсем не выпускает. Ну, там условия требуются для выпуска этого витамина. Об этом более подробно расскажем ниже. Значит, хочу сразу сказать, что витамин С важный, выполняющий много функций в нашем организме. Но ставить его в разряд самых важных витаминов не стоит. Хотя бы по той простой причине, что все витамины и минеморалы важны для нашего организма. Все. В той или иной степени. Просто данный витамин наиболее широко используется нашим организмом во всех процессах. Ну, практически во всех процессах. И в довольно-таки больших дозах по сравнению с, примером, некоторыми витаминами группы В. Стоит отметить, что витамин С в чистом виде, без примесей, это ряд веществ. И основное вещество, конечно, это аскорбиновая кислота. Которую в настоящее время большинство производителей биологических комплексов синтезируют из глюкозы. И фактически она тоже является натуральным продуктом. И, как я уже говорил, что по законодательству некоторых стран, к примеру, тех же Соединенных Штатов Америки, на упаковке синтезированной, не путать синтетической, аскорбиновой кислотой может быть указан натуральный витамин С. Хотя он таковым и не является, ввиду присутствия в составе только одного вещества, хоть и натурального. Только одно аскорбиновая кислота присутствует в натуральном витамине С. Большой беды в этом нет. Основная разница, и довольно-таки существенная и значимая, это содержание биофлавоноидов. Если в составе препарата есть биофлавоноиды или содержащие их вещества, к примеру, красное пальмовое масло, цитрусовые какие-то, тогда такой препарат, даже синтезированный, но, опять же говоря, не путать с синтетической аскорбиновой кислотой, будет работать правильно. Основное, что надо учитывать, витамин С может работать как окислитель, так и как антиокислитель. И так как он водорастворимый, то значит, что он действует, начинает моментально, моментально всасывается в кровь и очень быстро переносится до всех органов и систем нашего организма. А в некоторых случаях это может сыграть очень плохую роль. Вот такое вот моментальное его всасывание и так далее. Что он должен выполнить роль окислителя, а он вместо этой роли выполнил роль антиокислителя. Либо наоборот. Это вот связано с его водорастворимостью. Также стоит отметить, что большие дозы его применения не имеют клинических исследований. Нет клинических исследований на большие дозы применения. Это тоже подчеркивает такой очень момент. Потому что многие прям вот его надо есть очень много, его можно есть очень много. Но клинические исследования не проводились. В настоящее время полезность, конечно, надо отдать должное и вред. Данного витамина в больших дозах не доказаны. Но опять же повторяю, что в больших дозах никто клинические испытания не проводил. Никто не взял на себя такую ответственность. В связи с риском осложнений, такие исследования попросту не проводились. И все утверждения о пользе больших доз не имеют на сегодняшний день научного доказательства. Есть клинически доказанные ежесуточные дозы для различных регионов. Так, к примеру, в Европе, восточноевропейских регионах, для нас, для бывших стран Советского Союза, для СНГ, это порядка 70-100 мг в сутки. А вот, к примеру, в Юго-Восточной Азии не более 10 мг в сутки витамина С клинические дозы. Желательно, в общем-то, придерживаться клинических доз. Мы уже говорили об этом, об этническом понимании потребления витаминов и так далее. Для нас, для нашего этноса 70-100 мг в сутки. Я, конечно, на сегодняшний день ряд ученых отмечает необходимость увеличения рекомендуемых доз до 500 мг в сутки. Ну, опять же, повторюсь, это разово, буквально день-два, не более. А не то, что каждый день есть по 500 мг в сутки. Самый лучший вариант восполнения дефицита витамина С, что действительно является научно доказанным, клиническим исследованием, то это применение витамина С составит препаратов, содержащих жирорастворимые витамины А и Е. Где он не только является синергетиком для этих витаминов, а что наиболее важно, очень наиболее важно, я уже говорил, за счет того, что он водорастворимый, он действует моментально. Так вот, за счет жирорастворимых витаминов в составе таких препаратов, сам витамин С доставляется до органов нашего организма значительно медленнее, меньше разрушается при взаимодействии с железом и кислородом, находящимся в нашей крови, и как следствие приносит большую пользу. Опять же, возвращаясь к тому, что жителям северо-западных регионов, Сибири, Прибалтики, Белоруссии, стоит потреблять витамин С в составе жирорастворимых витаминов А и Е. Вот такой вот А, чтобы были витамины жирорастворимые А, С и Е. Вот тогда он принесет наиболее большую пользу и меньше риска вреда от витамина С. Уже вот такой вот, ну, сами по себе витамины А и Е, конечно, мы по ним поговорим отдельно, они в не очень больших дозах применяются, но витамин С, еще раз подчеркну, что лучше всего принимать, вот вместе с этими витаминами, жиросодержащими. Тем не менее, несмотря на отсутствие клинических исследований, витамин С считается безопасным, даже в больших количествах, так как наш организм вводит неиспользованные остатки витамина. Витамин выводится с мочой. С одной стороны, конечно, это очень хорошо, нет риска передозировки. Ну, с другой стороны, я уже вам говорил, что если излишки и выводятся, не если, а вводятся они с мочой, ну, стоит ли тратиться на обогащение своей мочи витамином С? Естественно, обогащение компаний, выпускающих данный витамин в больших дозах. Стоит ли тратить на это деньги? Ну, решать вам. И все же, несмотря на то, что витамин С выводится с нашего организма, чрезмерное употребление витамина С может привести к диарее, тошноте, рвоте, изжоге, так как все-таки кислота, вздутие живота, спазмы, головная боль, бессонница может привести к камням в почках. Ну, теперь поговорим о витамине С более подробно. Общая характеристика витамина С, или как его еще иногда называют, аскорбиновая кислота, хотя, как мы говорили выше, это немножко разные вещества. Хоть и основное действующее вещество витамина С является аскорбиновой кислотой. В Эдинбурге в конце 18 века студент-медик обнаружил, что цитрусовые эффективно лечат от цинги. И лишь спустя два столетия выяснили, что веществом, лечащим мучительную болезнь, является аскорбиновая кислота. Да, именно аскорбиновая кислота. Ну, или витамин С. Лучше, конечно, в природном новом виде потреблять. Синтезировать удалось его только в 1928 году из лимонного сока. Аскорбиновая кислота представляет собой органическое соединение родственной глюкозы в виде белого кристаллического порошка, очень сильно кислого вкуса. Выполняет биологические функции восстановителя и кофермента некоторых метаболических процессов. Является антиоксидантом. Ну, об этом я тоже говорил, что очень хорошим антиоксидантом она будет являться только вместе с жирорастворимыми витаминами А и Е. Вот тогда она действительно будет являться очень хорошим антиоксидантом. Витамин С или аскорбиновая кислота является растворимым в воде витамином. Очень важен для роста и восстановления клеток тканей, десен, кровеносных сосудов, костей, зубов. Способствует усвоению организма железа, ускоряет выздоровление. Его пользу и ценность велика для защиты от инфекции. Он действует как стимулятор запуска иммунных процессов. Ну и в качестве пищевой добавки обозначается как Е300. Суточная потребность человека в витамине С зависит от ряда причин. Возраст, пол, беременность, климатические условия, вредные привычки, этническая принадлежность, место рождения, место проживания. Даже не столько этническая принадлежность, сколько место рождения. Где родился он, где родились его родители, бабушки, дедушки. Это очень сильно накладывает свой отпечаток вообще на прием всех минералов и витаминов. Если вы родились на территории бывшего Советского Союза и даже переехали жить в Америку, в Соединенные Штаты Америки, вам надо принимать дозы, как для жителей бывшего СССР. У них другие дозы по витаминам, по минералам, у них совершенно другие дозы, отличающиеся от нас. Для ихнего этноса, не для нас. Так вот, среднесуточная потребность для нас, для нашего этноса 70-100 миллиграмм. Курильщики имеют более повышенную потребность витамина С. Так, как ученые говорят, что одна выкуренная сигарета разрушает 25 миллиграмм витамина С. Но это не значит, что если вы пачку выкуриваете в день, выкурили сигарету и таблетку аскорбиновой кислоты. Я уже говорил, что это, в общем-то, может привести к не очень хорошим последствиям. Особенно, как водорастворение. Витамин С относится к самым неустойчивым витаминам. Он чрезвычайно быстро окисляется. И если приготовить раствор витамина С, даже в одной из его форм, аскорбиновой кислоте, и оставить его открытым буквально даже совсем на непродолжительный срок, чтобы он воздействовал с кислородом, то там останется буквально всего несколько процентов этого витамина, той же аскорбиновой кислоты. Особенно при контакте даже со следами железа, следы из железа. Плохо отмытая посуда, где есть железо после применения ножа, вилки, ложки. Ну или, как я уже говорил, что наиболее важно для регионов с заболоченной местностью. В самой воде повышенное содержание железа. И оно, хочешь не хочешь, остается на посуде, на овощах, фруктах. А тем более с потреблением воды в таких регионах, ваш организм перенасыщен железом. И витамин С, вот в водорастворенной форме, будет в вашем организме моментально распадаться, окисляться и может нанести непоправимый вред. И как ранее описалось, говорилось, что лучший вариант применения в составе жирорастворенными витаминами А и Е. Это самый лучший вариант приема витамина С. А, С, Е, витамины вместе. Продукт, содержащий витамин С, нельзя готовить в металлической подсуде. Тот же шиповник, который у нас растет практически везде повсеместно, и является в наших регионах самым большим поставщиком витамином С. Категорически нельзя заваривать в термосах с металлическими колбами. Естественно, тем же ножом категорически нельзя резать. При наличии железа в воде, как в заболоченных местностях, витамин С может вообще не быть в шиповнике. И при заваривании в такой воде, мало того, что он так практически может отсутствовать, еще и воду используйте, содержащую железо большое количество. Тот, который даже имеется, может практически сразу разрушиться. Это мы отдельно тоже поговорим, как правильно заваривать тот же шиповник, чтобы максимально сохранить все действующие вещества. Это отдельно мы будем говорить. На слайде вы видите таблицу продуктов, где может содержаться витамин С. Естественно, это только таблица продуктов, что это только может, что на самом деле от каждого региона, от каждого места произрастания, и от очень многих факторов зависит. Как мы видим, что самый большой это шиповник. Дальше уже сразу практически в 4 раза меньше в облепихии, ну и дальше все меньше, меньше, меньше. Более расширенная таблица приложения к курсам. По шиповнику конкретно еще хочется отметить, что речь идет о шиповнике, который произрастает не вдоль дорог, где он кроме свинца и других токсических веществ больше ничего не накапливает. Шиповник может содержать большое количество витамина С, только витамина С, и тут надо знать, как его правильно заваривать. Шиповник требуется измельчить, хотя бы крупными кусочками, но не ножом металлическим, либо керамическим ножом, либо вообще руками. Заваривать в термосе, только со стеклянной колбой. Заливать крутым кипятком, прям крутым, чтобы пока кипело. И до самого верха, под пробку, с тем расчетом, чтобы не было даже мелких пузырьков воздуха. И вода должна быть не просто такая кипяченая, достаточно долго кипятившаяся, не с электрического чайника, а вот с обычного чайника, чтобы хорошо так покипело, чтобы вышел оттуда, максимально вышел кислород с этой воды. Закрывается это плотной пробкой и настаивается в термосе 8-9 часов. И вот в результате произойдет экстракция. Вот такой напиток употреблять, причем сразу, потому что если его оставить даже неподолжительное время после открытия термоса, то при попадании воздуха витамин С начинает моментально окисляться. Даже если вы закроете пробку обратно, воздух уже попал, и пошла реакция окисления. Очень тяжело хранить продукты, содержащие витамин С. Самый оптимальный вариант – замораживать в морозильнике при очень низкой температуре. И чем лучше работает морозильник, тем лучше. Причем такая максимально большая температура, и хорошая должна быть. Как можно быстро заморозились эти продукты. Опять же, это говорит о том, что даже в хорошем морозильнике не надо ссувать сразу 10 килограмм. Лучше мелкими такими частями продукты, которые вы замораживаете. Быстрее замораживаются. Конечно, потери витамина С при заморозке все равно будут. Но все же его останется довольно-таки хорошее количество при длительном хранении. Очень хороший вариант упаковывать такие продукты перед заморозкой в специальной вакуумной упаковке. В том же секторе, я знаю, есть специальная такая возможность упаковать в вакуумной упаковке и замораживаться. Очень хорошо, кстати. Уменьшает доступ воздуха и можно даже не просто замораживать, а обычно хранить в темных местах. Помимо морозильников, в холодных регионах с продолжительной низкой температурой воздуха, без резких оттепелей. В Сибири хорошо это делается. Потому что у нас, как в Белоруссии, конечно, то холодно, то тепло нежелательно. Лучше тогда в морозилке. В любом случае надо учитывать, что даже в вакуумных упаковках и при достаточно низких температурах витамин С со временем теряет свои свойства. И через 2-3 месяца после снятия плодов или ягод, содержание витамина С в них практически равно нулю. Эту особенность надо учитывать. И в принципе, благодаря своей способности легко вступать в окислительные процессы, он и работает витамина С. Потеря витамина С может возникнуть при неправильной обработке пищи и длительном хранении готовых пищевых продуктов. Сохранность витамина С обеспечивает правильная кулинарная обработка овощей и плодов. Опять же мы говорим о тем, которые только сорваны сразу. В тех же апельсинах, пандаринах, лимонах, которые неизвестно когда сорвали, сколько они до вас ехали и сколько они хранились и в каких условиях, там витамина С уже практически нету. В овощах, которые тоже вы покупаете на рынке в магазине, там тоже нет витамины С. Вот сразу сорвались с грядки, сразу приготовили, правильно приготовили. Тогда есть какой-то вариант, что может быть, будет какое-то количество этого витамина. Может быть, но не обязательно. Ничто овощи не следует подолгу оставлять на воздухе очищенными или разрезанными. И при варке их надо закладывать в кипящую воду непосредственно после очистки. Очистили, вода кипит и положили. Не холодную и постепенно нагреваться, а которая уже кипит. И сразу очистили и положили. В салатах сразу после разрезки овощей заправлять растительным маслом сразу и перемешивать. Но опять же все равно не давать длительно стоять. Нарезали овощи, зелень, сразу залили маслом, перемешали и на стол. Потому что даже если сутки постоит, там уже практически ничего не останется. Те же замороженные овощи, которые приготовили, необходимо опускать тоже сразу в кипящую воду. Так как медленное оттаивание тоже ведет к потере витамина С. Заморозили овощи, молодцы, хорошо, замечательно. Даже в бакуумной упаковочке. Но это не значит, что вытащили и должны лежать, ждать, пока оно все разморозится. Сразу в кипящую воду кинули, меньше будет вероятности потери витамина С. На этом первая часть лекции закончена. Вторая часть лекции будет в приложении к курсам. Более подробно мы поговорим о действии витамина С, для чего он нужен, в каких дозах, как, чего. Будьте здоровы, до новых встреч, оставайтесь с нами. Продолжение следует...